Доброе утро! Ну что ж, давайте сначала разберемся, что такое мозговой штурм. Это, в общем-то, по сути, планерка, но почему такое устрашающее название? Да, ну, не совсем планерка, это скорее момент чистого креатива, то есть открытого сознания. Генерация идей, поиск. Планерка – это планирование, а здесь, наоборот, надо выдернуть из себя что-то. Иногда выдавливание, поэтому и штурм. То есть это все равно, да, атака некогда на себя. Выдавливание, опять же, звучит, как будто бы это какой-то вот прям натиск на человека. А вы знаете, вот именно вот в этом моменте это своеобразный натиск. То есть когда мы первое начинаем стартовое поле в мозговом штурме, это выдавливание, а потом это уже не остановить. Потом полет, да, идет уже такой чистый. Ну и как бы и первые, они обычно такие очень банальненькие, потом банальные заканчиваются, и хочешь не хочешь, рождается что-то интересное. А из интересного рождается потрясающее. А что нужно, чтобы извлечь максимум пользы из такого собрания? Ну, давай, наверное, да? Давай, давай. Ну, есть ряд правил, которыми нужно соблюдать, чтобы это было действительно эффективным, а иначе это будет не так эффективно. Первое, это ограничить себя по времени. Ну, то есть где-то минут на 20, не больше, иначе это будет тяжело. И ограничиться в теме. То есть мы все равно должны понимать, куда мы креативим, в какую область. А насколько нужно ограничиться в теме? Как вот русло обозначить? А, и вот идею, концепт... Четкая постановка задачи. Да, под что? Четкая постановка задачи, и обязательно должен быть модератор. Модератор желательно, чтобы он не участвовал в генерации идей. У нас замечательная картинка сейчас виднеется, обратите на нее внимание, это манная каша. И мы хотим на примере провести с вами, на вашем примере, мозговой штурм. Предложить вам уговорить маленького ребенка поесть кашки с удовольствием, так, чтобы вот тарелка пустая осталась. Можно так сделать, а? То есть какие вы найдете слова, яркие, короткие, для того, чтобы уговорить ребенка, а? Ну, можете посовещаться. Сколько даем? Пять, шесть, семь секунд. Яркие, короткие. Ну, можно, в принципе, так же уговорить. Я тоже манную кашу не очень правил. Я совсем ее не знаю. Машка как рогатка. Чем мы хуже тяпчем? И друг другу. Да, да, да. Больше понимаем. Вот на этом моменте ее остановиться стоит, я думаю, что действительно Артем, Анастасия. Так, все, время ваше закончилось. Итак, стрессовая ситуация создана. Перед вами двое детей бывших, которые тоже манную кашу не любят. И перед нами как будто бы каша. Есть мы ее не хотим. Уговаривайте. Ну, поскольку все-таки у нас задача четкая стоит, а мы быстренько только решили, что давайте поиграем в войну с солнышком. У нас будет ложка вместо рогатки. И кто больше поймает... Тот победил. ...снарядов, тот победил. Интересно, я бы не согласился. Если снаряды не поймают, то есть как бы они будут приземляться. Ну, вам не два года просто. Два года вы точно ловите кашу. Все, что у вас летит, вы пытаетесь поймаете. Даже если не попало что-то. Ну что, вот примерно так, да, работает мозговой штурм. Люди на мозговом штурме, да? Ну, это всегда буря эмоций. Это однозначно. То есть чем хорош мозговой штурм, помимо идей, он выдает ряд вот таких положительных эмоций в такой, ну, скажем, заряд, да. И он дает общую целостность работы, придает. Потому что вот 20 минут закончились, а на самом деле там продолжается поток на весь день дальше. То есть ты уже мозг не можешь отключить, он в этот поток вошел. Чтобы утром зарядиться позитивным настроением, желательно проводить такой мозговой штурм на работе. Тогда отвлеченные лучше. Потому что когда вы в рамке работы, вы начинаете себя еще больше загонять в рамки. А у мозгового штурма единственная рамка – это время. Им вот модератор более-менее. Все остальное – это чистый поток сознания должен быть, открытое сознание. То есть максимально бредовые мысли. На каком-нибудь примере поясните нашим телезрителям, как бы они могли провести дома, в своей семье мозгового штурма. Относительно любого совершенно события. Подготовки к Новому году, там, проведение дня рождения, выходных. Про пьеру у нас хороший пример. Мы тоже хотим посмеяться. Расскажите нам. Стояла перед нами задача очень интересная. Мы писали сценарий для… Даже не сценарий, а концепцию. Концепцию, да, мы писали для двух квестов таких, чтобы людям было интересно. Один написали плотно. А второй как-то не шел. Вообще не шел. Была только такая обширная тема. Итальянский карнавал, венецианский. Венецианский карнавал, да. Ну а что там, маски же, да, там вот оттуда как бы… Ну что там? Мне понравилось, что… Как там у тебя записано было? Маски купить или что-то сварить? А, да, да, да. У меня в ежедневнике было… Все должны быть в масках. Да, маски можно купить у нас или сварить. Что за такое было? То есть сварить непонятно, то есть то ли сваркой, то ли что. Из этого родилась впоследствии вот прям полноценная концепция. То есть там у нас появились откуда-то врачи, непонятные отравления. Ирод, он у нас начали умирает. И все из-за вот этих… Там еще было просто маски как браслетик. А, вот, я думаю, что там маски как браслетик. То есть вот это и есть мозговой штурм. Маски как браслетик, что вот у вас в голове, как это? У меня почему-то ассоциировалось сначала, вот, как каша из топора, каша из маски, потом от пьеро плохо, и вот, там, лечили врачи, и что-то вот… Вот сейчас происходит мозговой штурм. А, отлично. То есть вот сейчас это классика была. Вот, 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 видите, есть… Если не остановить этот поток, то он дальше зайдет еще куда-нибудь, там появится, не знаю, Зора, какой-нибудь еще что-то там. Кто-нибудь обязательно появится. Спецназ танцующий. Мальвина Королева Войнов. Да. Оу. Вот это прям интересная идея, спасибо. Мальвина Королева Войнов. Ну что ж, кажется, мы уже научились, да, этому мастерству. У нас получается. Нет, на самом деле это стоит один раз попробовать, и вы уже не сможете остановиться. Самое главное, мне понравилось, что это весело. Это да, это весело. А теперь давайте посмотрим результат работы наших штурмовиков, корреспондентов службы новостей.